Форель запеченная с овощами под сметаной Понятно Очень вкусно, питательно, если не запорим Долго готовить? Минут 20-30 А что для этого надо? Берется морковь свежая, очень вкусная Болгарский перец, желательно свежий Шампиньоны, все это обжаривается частями Выкладывается вокруг кусочка с рыбой После чего мы это все заливаем сметаной И медленно запекаем Подается белым вином, желательно теплым Рыба форель норвежская, филитируем Отрезаем Где взяли, подожди, где взяли? На рынке, на рынке Теперь мы отрезаем ребра Легким движением Отрезаем, а зачем их отрезать? Смотри, смотри Отрезаем ребра Шампиньоны, это шампиньоны Мастер-класс А потом все это я и говорю А я просто вытащила эти куточки Я бы вообще их не вытаскивала Причем потом уже, когда ела бы Я бы на кусочки порезала И вот эту духовочку Вот из этого очень прекрасный супчик получается При срезании реберных костей Остаются кости более крупные Которые идут здесь, вдоль спины Они выдергиваются легким пинцетом Либо небольшими пассатижами То есть потом это получается чистое филе, да? Без костей Да, совершенно Но это получается только такая Морская рыба, да? То есть если, допустим, речная рыба Там огромное количество костей Как это в ресторане? Решается или решается? Ну вообще подают так Либо ее накалывают лимонным соком И оставляют на несколько часов А, они размягчаются? Да, лимонный сок и размягчают кости Ты вот хитрость слышала? И пинцет оказался более выгодный Из ситуации Вот смотрите Перед пассатижами Но пинцет лучше брать Не заостренными кончиками Как эти А пинцет лучше Да, использовать Более круглый Для того, чтобы кости лучше удалялись Лучше рыбу разморозить В связи с чем она будет проще удалять кости А это разморозная рыба? Ну, не до конца Не до конца Удалием в кожу Кожа мы можем удалиться всего Для этого, конечно, надо ножить Да, для этого желательно используем все-таки Ну, даже не поострее, а по длиннее Ну и достаточно этого После чего остается кожа Которая можно пожарить О, да И она будет вкусной Для любителей А еще что с ней можно сделать? Она как-то используется у японцев? Или они выкидывают? И жарят, и жарят, в нее заворачивают роллы После чего мы получаем полностью чистенькую, ровненькую тушку с коррелью Начинаем подготовку овощей Морковь чистим, режем Режем морковь Очень неудобно, носка маленькая Хотелось бы что-то побольше После чего мы начинаем резать брусочками Брусочек должен быть примерно одинаковой толщины и длины Примерно Для того, чтобы это лучше обжаривалось Ага Будет, наверное, вкусно Сковородку-морковку или с луком? Нет, отдельно Делаю ошибку Сковородку желательно разогреть сначала Не повторяйте Здесь лежит уже готовая филе Мы ее обложим вокруг овощами Овощи будут идти слоями После чего мы сверху зальем сметанкой И засыпем сыром И поставим запекаться Мы обжариваем морковь До состояния полуготовности Продаем ей хороший, красивый колер И желательно солить и перчить каждое овощи отдельно Чтобы они набрали в себя соль И не забирали ее потом из рыбы и из остальных овощей А здесь тоже какое-то самовыражение творческого Сейчас мы готовим Сейчас мы выкладываем вокруг рыбы слоями овощей Для того, чтобы они потом будут своим вкусом напитывать рыбу Мягкости и вкусу